Приветствую вас, и паника, если это естественное такое состояние, то паника человеку нужна, потому что она по факту, по сути, человека решает. Завершает это своего рода страх, это своего рода, в общем-то, защитная реакция, и это, в целом, это нормально. Вот. То есть, именно в целом, именно в целом, это, если это реакция естественная, то это нормально, но, как бы, считается, считается, что если человек паникует, значит, он не владеет собой, он потерял контроль, и, соответственно, у него только одно желание убежать. Иногда подобные вещи, подобная реакция, в общем-то, тоже нужна. Потому что, действительно, существуют вещи, когда существуют такие истории, такие ситуации, вот. Когда реально нужно убежать, реально нужно устраниться из, ну, как бы, из ситуации, вот. И, в такие моменты, ну, действительно, паника нужна, нужна, вот. Человек задыхается, опять же, естественным образом, да. Как правило, от нехватки воздуха, от нехватки кислорода, во всех остальных случаях, ну, либо когда точно, либо там, соответственно, есть какие-то противопоказания по здоровью. Во всех остальных случаях, во всех остальных случаях, когда человек задыхается, это говорит о психосоматической природе того, что происходит. То есть, это именно психосоматическая природа. Вот. И это уже является, скажем так, аномалией. Аномалией. Так? Это аномалия. Дальше. Так. Паническая атака, отличительное психическое расстройство или бывает обоснование ПАА. Паническая атака сопровождается, это не обычная паника. Паническая атака сопровождается рядом симптомов, которые не возникают при панике. Поэтому, естественных обоснований для ПАА быть не может. Для паники может, для ПАА не может. Вот. То есть, это очень важно понимать. Далее. Как отличить необоснованную панику от необоснованной, если причина не явная? Только индивидуальным анализом. Например, ты на данном деле задыхаешь, и с тебя начинается паническая атака. Ты думаешь, что ничего страшного, это как индивидуальная паническая атака. Только сдохнуть, оказывается, паника была обоснована. Ну и так, по сути, панический симптом ПАА. Так, а есть ли основания задыхаться? Опять же. Понимаете? Есть ли основания задыхаться у человека? К примеру, если вы идёте и задыхаетесь на улице, просто вот, ну вот просто вы задыхаетесь, да, на улице ни с того ни с всего, то совершенно очевидно, что вы задыхаетесь из-за того, что что-то аномальное происходит. То есть, как бы, человек может задыхаться только в том случае, а если на это есть физические обоснования. Физические обоснования для проблем с дыханием, на самом деле, ну, не так уж и много, объективно. Вот. И все они, в общем-то, вам могут быть известны, а если неизвестны, то вам это прояснит врач. Как бы, такая история. Поэтому, я думаю, вот, что здесь ваш вопрос, он в корне неверно поставлен. Потому что, человек всегда, всегда знает, всегда может понять, когда он задыхается естественно, когда нет. Вот это всегда очевидно. Потому что у, как бы, у естественных проблем с дыханием есть всегда чёткие причины. Вот. Они, эти причины всегда есть. Всегда есть чёткие причины для того, чтобы задохнуться. А в случае с панической атакой этих причин, как правило, нет. Вот. Понимаете? Вот. То есть, тут ваш вопрос, он, мягко говоря, непонятно, кому адресован, да. То есть, вы чего хотите-то по итогу. Дальше. А, меня всегда веселит, мне всегда веселит горячий с Арканом, если я умилит, но давление Арканом может подсказать хоть до двух ход, и вплоть до смерти, так и стихнически, как умилеть Арканом. Тебя тут два лекция. Я не очень понял, Андрей, ваш вопрос здесь. Как бы, если у человека подскакивает давление, то у него, конечно, есть угроза. И в жизни, и человек, естественно, может умереть. То есть, я, вот опять же, да, думаю, что вы, ну, путаете, вы путаете причину со следствием здесь. Ну, вот. Человек может умереть от давления, которое в результате, а, ну, это симптомы. Это сопутствующие симптомы. Один из симптомов. Понимаете? Вот. Поэтому здесь, мне кажется, что, ну, вы, ну, не в ту сторону вы падали на самом деле. Вот. Потому что, это, ну, касается все-таки чуть-чуть другой, другой стороны. Вот. Кроме того, когда вы спрашиваете легче, тоже не совсем, ну, не совсем понятно, что вы имеете в виду, да. То есть, кому легче, ну, как может быть легче от того, что человек умрёт, да. То есть, это не очень понятно. Вы сами с какой целью-то свой вопрос задаёте? Вы что хотите, что хотите, в общем-то, услышать, ладно. Вы пытаетесь с мыслом разобраться в смысле, но вам не смысленность разбираться, а смотреть, если, если именно у вас панические атаки, если они есть, то, соответственно, вам. С ними, ну, вот, с ними, с паническими атаками, с своими, ну, на работу. Вот. А не выяснять, как вы это делаете сейчас, какие-то нюансы. Потому что в психологии всё очень индивидуально. Вот. И то, что для одного человека, например, ну, справедливо, для другого человека несправедливо и, соответственно, наоборот, наоборот. Ну, вот, поэтому, тут, вот, только такой подход принесёт пользу. Вот. Так вот вам можно ответить, Андрей, на ваш вопрос. Если вас ещё раз беспокоят, беспокоят панические атаки, то с ними можно и нужно работать. Вот. В процессе работы вы от них мастербайтс, отводиться, увидеть, что за ними стоит. вот, поменять некие аспекты своей жизни, вот, все это вполне реально сделать будет, вот, ну, если, конечно, у вас есть такое желание, вот, но для этого вам необходимо, наверное, немножечко отойти в сторону от, с накловой составляющей и больше ориентироваться на свои чувства, потому что страх это чувство и работа, соответственно, происходит тоже с чувствами, вот, именно с чувствами происходит работа, вот, так что, так вот, Андрей, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь, я буду рад ответить, ответить вам на ваши вопросы, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я надеюсь, что ваша ситуация, которую вы описываете, разрешится самым лучшим образом, я вам желаю всего самого доброго и удачи. Все перемещаем, не удачи. Продолжение следует...